В первую часть сегодня мы говорим про магнитары, а потом разговор про нейтронные звезды завершим обсуждением метода популяционного синтеза. И про популяционный синтез я буду рассказывать на примере конкретных реализаций, что было получено, ну и важно по ходу мы будем обсуждать в первую очередь, зачем это нужно, какие-то базовые принципы методов. Начинаем таким образом с магнитаров, и повторюсь, это будет такая чистая феноменология, это именно то, что наблюдается. Магнитары — относительно многочисленные объекты, и по ним много детальных данных, поэтому будет такой в меру, я бы сказал, хаотичный рассказ о том, что мы знаем про магнитары, поскольку как-то оказалось мне тяжело это систематизировать, потому что данных слишком много. Итак, напоминаю, во-первых, что мы называем магнитарами. Исторически магнитарами называли нейтронные звезды с сильными магнитными полями, но все-таки сразу было важное понимание, что само по себе наличие сильного магнитного поля — это не необходимые и недостаточные условия для того, чтобы объект считался магнитаром. Мы с вами помним, что у нейтронных звезд есть несколько разных источников энергии. Это энергия вращения, гравитационная энергия, то есть аккреция, тепловая энергия и энергия магнитного поля. Так вот, если именно диссипация энергии магнитного поля превосходит все остальное, то тогда объект называется магнитаром. Но мы с вами также помним, что диссипация энергии магнитного поля тем выше обычно, чем выше, собственно, величина магнитного поля. Поэтому неудивительно, что уж как минимум все первые открытые магнитары были действительно объекты с относительно легко идентифицируемыми сильными магнитными полями. По крайней мере, все они показывали характеристики, какие будем конкретно обсуждать. Показывали характеристики, соответствующие сильным магнитным полям. Но в принципе мы можем представить себе как минимум две ситуации теоретически, когда объект все равно будет магнитаром, пусть и необычным. Первая очень гипотетическая ситуация, у объекта малы все остальные энергии. То есть нейтронная звезда остыла, очень медленно вращается, никакой аккреции нет. А какая-то диссипация энергии магнитного поля идет. И мы видим объект именно поэтому. Формально его надо будет называть магнитаром. Таких объектов нам достоверно неизвестно. А второй случай мы будем рассматривать. Это объект, у которого внешнее магнитное поле достаточно слабое. То ли потому, что оно экранировано, то ли потому, что такова структура поля. Но по всей видимости в коре, где собственно и происходит диссипация, там поля достаточно сильные. Магнитары, напоминаю, самую первую лекцию, делятся на два основных типа объектов. Это источники мягких повторяющихся гамма-всплесков, то есть софт-гамма-репитерс. Соответственно, иногда я буду говорить из ГР. И аномальные рентгеновские пульсары. Вместе сейчас есть где-то пара дюжин этих объектов. Есть хороший онлайновый каталог, такой постоянно поддерживающийся. Там же перечислены кандидаты. Туда же попадают некоторые пульсары с очень сильными магнитными полями, которые показывают некоторую нетипичную активность. То есть мы тоже можем их отнести к магнитарам. Хотя здесь возникает такой вопрос. Потому что у них большая вращательная энергия, большие потери вращательной энергии. Основная активность этих объектов связана с диссипацией вращательной энергии. Но иногда у них есть нечто дополнительное. И по крайней мере в какой-то промежуток времени светимость может определяться диссипацией энергии магнитного поля. Несмотря на то, что вроде бы по сравнению с 3000 пульсаров. Это не очень большая популяция. Их в 100 раз меньше, скажем так, чем радиопульсаров. Такая хорошая оценка известных. На самом деле важно, что это все молодые объекты. То есть ситуация похожа на ситуацию с центральными компактными объектами в остатках сверхновых. Которых, как вы помните, еще меньше. Их там около дюжины. Но у них средний возраст в районе вообще тысячи лет. Там нескольких тысяч. Здесь средние возраста скорее в районе 10 тысяч лет. Мы увидим, они очень плохо определяются, эти возраста. Потому что такая привычная оценка по периоду и производной периода. Вы помните, у радиопульсаров есть характеристический возраст. Период делить на две производных периода. Но поскольку это по порядку величины, можно период просто делить на производную. Для магнитаров это не работает, потому что у них магнитные поля сильно диссепируют. Вот эта оценка, та уравняется P на 2P с точкой, получена в предположении постоянного поля и магнитодипольной формулы. Здесь поле заведомо не постоянное, поэтому оценка возраста плохая. Но увидим, что некоторые объекты связаны с остатками сверхновых. Тогда можно сделать хорошую оценку возраста. И возраста получаются порядка десятков тысяч лет. Таким образом, соединяя вот это с вот этим, мы получаем, что возможно 10% нейтронных звезд рождаются как магнитары. Потом их сильные магнитные поля диссепируют. И вполне возможно, что через не то что миллиард, а может быть даже десятки миллионов лет, мы просто так не можем сказать, была нейтронная звезда магнитаром или нет. Начальные условия могут быть существенно забыты. Но в некоторых случаях начальные условия запоминаются. Про какие-то примеры мы говорили, про какие-то будем говорить в будущем, про какие-то скажем сегодня. Эта картинка показывает распределение магнитаров. Ну не всех известных, довольно старая картинка. В нашей галактике видно, что все они лежат в плоскости галактики. То есть лежат там, где высок темп звездообразования. Это хорошее косвенное подтверждение того, что магнитары — это молодые объекты. То есть никаких магнитаров, отскакивающих от плоскости галактики нет. Есть вот этот объект, но он находится в Большом Магеллановом облаке, опять-таки в области звездообразования. Поэтому хорошо все сходится с тем, что мы действительно имеем дело с молодыми нейтронными звездами, а не с объектами, маскирующимися под молодые нейтронные звезды. Количество магнитаров потихонечку растет. И становится все тяжелее и тяжелее в экран вписать таблицу. То есть становится невозможным что-то увидеть уже в колонках. Ну вот примерно пара дюжинных. Важно, что некоторые из них связаны с остатками сверхновых. Для примерно 8 штук — это надежная ассоциация, для пары объектов — не очень надежная ассоциация. Но зато можно, соответственно, провести независимую оценку возраста и сравнить с другими косвенными оценками. И таким образом как-то хоть чуть-чуть калиброваться. Ну, на что нам здесь стоит обратить внимание? Первая колонка — период вращения. Периоды вращения, грубо говоря, от 1 секунды до 10 секунд. И это на самом деле очень узкий диапазон. У радиопульсаров, как вы помните, там 4 декады покрываются. Здесь, в общем-то, одна. Если отбрасывать какие-то там нетипичные отскоки хвостики. Ну, там 11 секунд здесь, и буквально в одном случае меньше 1 секунды. Но это довольно пикулярные объекты. Это очень узкий диапазон периодов. По всей видимости, это определяется быстрой эволюцией магнитного поля. То есть до секунды они проскакивают с таким свистом, что просто из двух десятков объектов мы не успеваем ничего увидеть. Очень быстро проходится эта стадия. А за 10 секунд они не выбираются, потому что магнитное поле диссипирует. Давайте я все-таки включу свет. Уж я хотел избежать доски сегодня. Но, наверное, этого делать не надо. Напомню вам, что на диаграмме ПП с точкой постоянное магнитное поле соответствует вот такой эволюции. А эволюция с затуханием поля, характерной для магнитаров, будет соответствовать примерно вот такой эволюции. И поэтому мы должны и можем подобрать параметры магнитаров так, чтобы они основную часть своей жизни, видимой, проводили вот в этом диапазоне. И вообще говоря, здесь, конечно, мы их не видим. Здесь уже темп диссипации магнитной энергии падает, потому что сама энергия становится очень маленькой. Магнитары мы видим где-то вот здесь. И повторюсь, это связано с тем, что вот этот кусочек эволюции может быть очень быстрым. Формально мы не знаем, с какими периодами они рождаются. Это могут быть и миллисекунды в каких-то моделях, это могут быть и десятки, или даже сотни миллисекунд в других моделях. Но в любом случае, какой начальный период мы не подставим. Очень быстро мы долетаем примерно до секунды. И дальше вот здесь видим эти магнитары. Ну, давайте начнем. Вот это оценка характеристического возраста, которая хорошо работает более или менее для основной кучи радиопульсаров. Для магнитаров не работает, потому что вот эта оценка подразумевает, что поле равно константе, причем я даже могу написать эффективное поле равно константе и включить эволюцию угла туда же. Для магнитаров это не так, и поэтому по такой формуле возраст оценивать нельзя. Возраст, естественно, можно оценить, если вы знаете эволюцию поля. То есть если вы знаете, как поле диссипировало каким-то способом, то тогда все будет хорошо, и вы сможете из современного значения периода и поля проинтегрировать все назад, получить начальное значение поля и периода. Но, естественно, во-первых, мы не уверены в параметрах модели. Я бы даже сказал, что мы не уверены в самой модели диссипации поля как следует, но в параметрах уж точно в деталях. Во-вторых, когда мы интегрируем назад, то все-таки мы не очень хорошо знаем, в какой момент остановиться. А именно в начале эволюция самая быстрая, и здесь, и здесь. И поэтому в современной оценке возраста не обладают такой точностью, чтобы дать хорошее ограничение на начальный кусок. Нам приходится довольно много угадывать про начальные параметры магнита. Про это еще поговорим. Так, магнитные поля. Магнитные поля, приведенные здесь, получены по периоду и производные периоды. То есть по магнито-дипольной формуле. В подавляющем большинстве случаев. Есть редкие исключения. О них я буду говорить, но, как правило, это поля по ПП с точкой. И это в среднем неплохие оценки. Но это, напомню, оценка дипольного магнитного поля. То есть мультиполя могут быть, хочется сказать, почти сколь угодно сильны. Но мы помним, что поле вносит вклад в давление. Есть давление магнитного поля, b2 на 8π. И, соответственно, есть пределы на величину поля. Если оно сконцентрировано в коре, где плотность еще не 10 в 15 грамм в кубическом сантиметре, а 10 в 12, допустим, то ограничения на предельное поле довольно жесткие. И вы не можете получить поле, скажем, 10 в 18 гаусс в коре. Просто у вас будут механические воздействия этого поля очень большие. Но, тем не менее, это оценка дипольного поля и, более того, дипольного полоидального поля. Соответственно, недипольные компоненты и тероидальные компоненты в недрах нейтронной звезды и вблизи поверхности могут быть гораздо больше. Возраст в тысячах лет, разумеется. И мы видим, что характерные величины — это порядка 10 тысяч лет. Вот эти удивительные значения большие, вот это, вот это, вот это и вот это, они связаны, видите, с вот этой величиной. Очень низкое значение дипольного поля, ну, низкое по сравнению с другими магнитарами. Вот это нормальное пульсарное поле. Поэтому получается большой характеристический возраст при периоде — это 10 секунд, естественно. То есть вот эти возраста по большей части тоже получены по ПП с точкой, по, в общем-то, вот этой неработающей формуле, которую я описал. И поэтому эти возраста заведомо завышены. И для этих объектов они непоказательны, потому что мы уверены, и мы будем об этом говорить, что поля этих объектов сильно диссипировали за время их эволюции. Расстояние. Ну, объекты довольно хорошо раскиданы по галактике, то есть типичное расстояние килопарсеки. И это более или менее говорит о том, что мы знаем большую часть активных в данный момент магнитаров в галактике. Мы с вами увидим, что магнитары часто проявляют транзиентную активность, то есть они не все время являются яркими объектами. И обнаружить активный магнитар современными методами достаточно легко, особенно если он дает вспышки. Вспышки достаточно энергичные, мы их из любой точки галактики видим, и потом можем вполне идентифицировать объект. Вот рентгеновские светимости в единицах 10-33 Р в секунду. То есть типичное значение, скорее порядка 10-35 Р в секунду, если так одно число запоминать. Это достаточно много. Это, если вы помните, гораздо больше типичной тепловой светимости нейтронной звезды. Типичная тепловая светимость 10-32 скорее будет. Здесь больше, и это связано как с нетепловым вкладом в излучение. То есть есть магнитосферные процессы, которые для некоторых объектов дают основную долю излучения. Так и с тем, что из-за диссипации магнитного поля магнитары гораздо горячее. То есть снова давайте я нарисую картинку. То есть с одной стороны, значит, если мы рисуем температуру от возраста, вот нормальная эволюция, стадия нейтринного охлаждения, стадия фотонного. Где-то тут сидят, скажем, центральные компактные объекты. Где-то тут могут сидеть объекты великолепной семерки. Какие-то там радиопульсары где-то разбросаны. Может быть здесь в области, где уже сверхтекучесть важна. А магнитары в среднем находятся вот здесь. То есть если это 10 в шестой, то здесь несколько на 10 в шестой. Их температура выше. Ну и поскольку светимость пропорциональна четвертой степени температуры, то фактор троечка здесь дает пару порядков. И вот если здесь светимости будут скорее порядка 10 в 32, даже меньше порядка 10 в 32, то здесь тепловая светимость может быть 10 в 34. Хорошо. Это такая вот общая картина магнитарной популяции. Еще немножко про пространственное распределение. Теперь уже в таких больших деталях и более современной картинке. По Z они очень мало разбросаны. То есть это прям вот очень-очень-очень тоненькая популяция. И это существенно, это совсем указывает на маленькие возроста, потому что, как вы помните, нейтронные звезды обладают достаточно большим киком. Типичное значение 300 км в секунду, скорость при рождении нейтронной звезды. И если вы посчитаете, то 20 парсек тоже довольно быстро пролетает с объектом со скоростью 300 км в секунду. И вот эта очень плоская система говорит снова о том, что мы имеем дело с очень молодыми объектами. Можно, наверное, прослеживать корреляцию со спиральными рукавами галактики, но при существующем уровне точности это не очень хорошо работает. Вы видите, что, естественно, когда расстояние становится порядка 10 км в секунду, то точность измерения расстояния невелика, потому что расстояние до магнитаров по большей части оценивается так или иначе по поглощению. Это может быть, если есть хорошее оптические инфракрасные наблюдения, это будет расстояние, определенное по поглощению в этих диапазонах. Если нет, то по поглощению в рентгене. То есть вам нужно сдавать распределение вещества в галактике, в том числе в мелких деталях. Вы никогда не знаете мелкомасштабной структуры, поэтому расстояние определено не точно. Там, где есть точное определение, но это или объект в центре галактики, действительно вблизи центра, или объекты, попадающие в известные скопления молодых звезд, и тогда вы определяете расстояние до скопления и, соответственно, связываете источник с ним, и поэтому получаете достаточно точно определение расстояния. Но вот здесь уже видно из сравнения с радиопульсарами, что магнитары гораздо лучше видны по галактике, и, ну, фактически мы видим их вот из задней половины галактики тоже. То есть есть объекты, которые, по всей видимости, находятся за центром галактики, и, тем не менее, достаточно надежно идентифицированы. Самая главная и самая удивительная особенность магнитаров, которая, собственно, и делает их магнитарами с большой буквы МЭ, это вспышки в рентгеновском диапазоне. И самое экстремальное, что есть, это так называемые гигантские вспышки. Светимость в гигантской вспышке совершенно фантастическая. То есть до 10.47 ирк в секунду. Естественно, в течение короткого масштаба времени, но надо себе представлять, что это маленькая нейтронная звезда. А 10.47 ирк в секунду — это больше светимости галактики намного. То есть там средняя светимость звезды в галактике — это одна десятая светимости Солнца. Звезд в галактике — это 10 в 11. Умножаем одно на другое, получаем, в общем, ерунду по сравнению с 10.47. И это совершенно потрясающее свойство, которое сразу указывает на то, что мы имеем дело с очень сильными магнитными полями. Потому что без разрушения объекта выдать вспышку такой мощности и такой длительности другим способом нельзя. То есть ничего не придумано, что могло бы это повторить. Вот одна из мощных вспышек. Очень резкий миллисекундный фронт роста. В максимуме блеска вспышка никогда не наблюдается, потому что детекторы слепнут. И вот этот максимум — это означает, что все, здесь просто детектор захлебнулся фотонами. Здесь отсчеты в секунду. То есть в нормальном режиме детекторы рентгеновские вообще считают там фотон в секунду, я бы сказал, от источника. И это и то много. Надежная регистрация — это там 10 фотонов, да, и что может достигаться за довольно длительную экспозицию. Но тысячи считают хорошо, 10 тысяч — хорошо, и примерно на 100 тысячах фотонов в секунду любой детектор начинает захлебываться. Есть только оценки, насколько далеко это уходит вверх. В масштабе этого рисунка это на другой этаж уходит. И, соответственно, здесь просто искусственное обрезание, после чего быстро все падает обратно. Сама вспышка длится меньше секунды, вот эта основная часть. После чего наблюдается длинный минуты пульсирующий хвост, и это очень конгерентная пульсация, это период вращения нейтронной звезды. То есть это строго периодический сигнал, просто интенсивность отдельных вспышек меняется, и поэтому кажется такой квазихаотичной. Здесь очень точный период. Что еще мы знаем про софт-гамма-репитеры? Мы знаем, что ни один из них не находится в двойной системе. Само по себе это не то, что совсем удивительно. Это, я бы сказал, с ростом статистики начинает быть тревожным. Мы немножко в конце поговорим, наверное, про магнитары в двойных системах. Но важно, что то, что надежно идентифицировано как магнитары, тем более софт-гамма-репитеры, то, что показывают вспышки, никогда не наблюдалось в двойной системе. Вероятность того, что это произошло случайно, что у нас просто невелика статистика, довольно велика, я бы сказал, проценты. Но, тем не менее, это некий факт. Здесь вот ассоциация с остатком сверхновых хотя бы в одном случае имеется в виду объекты, которые показывали гигантские вспышки. А так, мы говорили с вами, а ассоциации гораздо больше. Между вспышками, как правило, магнитары вспыхивающие наблюдаются как постоянные рентгеновские источники со светимостью 10.35 и 10.36 в секунду. Про спектры поговорим попозже. Про периоды мы уже сказали. И наблюдается большое быстрое замедление. То есть большая производная периода. 10-10 секунды очень много. Это в любом случае указывает на молодость объекта. То есть даже если мы не учитываем распад поля, но рассматриваем вот эти основные софт-гамма-репитеры, которые хорошо идентифицированы, там дают вспышки, все у них хорошо, классические объекты, то отсюда мы получаем короткие характеристические возраста. Ну вот некоторые, чтобы помещалось на экран и было видно, некоторые из софт-гамма-репитеров, собственно, показаны 4, которые давали гигантские вспышки. Из них 3 — это действительно надежные гигантские вспышки. Эту иногда выделяют в отдельный класс, мы про нее будем говорить, гипервспышки. Здесь не до конца известно, была там гигантская вспышка или нет, тоже покажу кривую блеска. А это типичный профиль рентгеновского импульса, который наблюдается в спокойном состоянии. То есть такой нормальный рентгеновский пульсар, излучение связано с тем, что у вас просто нейтронная звезда вращается. Забегая вперед, излучение здесь в основном нетепловое, то, которое пульсирует. Кроме гигантских вспышек, есть более частые слабые вспышки, которые, как правило, имеют более простую морфологию, то есть это чаще всего единичные импульсы, и очень короткие. То есть здесь вам может быть плохо видно, это 0, это 0,2 секунды. То есть типичная длительность короткого импульса, это 0,1 секунда. Они могут идти парами, то есть я бы не сказал, что это импульс со сложной структурой, я бы сказал, что это два импульса. Но иногда они могут быть чуть пошире. Ну, в общем, есть некий такой заметный зоопарк свойств для коротких всплесков. С чего началась вообще история? У меня есть такой любимый вопрос к коллегам, и одно время я их прямо троллил этим. Я подказал, коллеги, назовите мне самое выдающееся астрономическое открытие, наблюдательное, естественно, потому что это открытие. Самое выдающееся астрономическое открытие, сделанное у нас в стране, за всю ее историю, как бы страна ни называлась. Очень важно смотреть людям в глаза, поэкспериментируйте на знакомых. Вы смотрите в глаза, у них загорается искра, вы быстро говорите, кроме открытия атмосферы Венеры Ломоносова. Искра пропадает из глаз, после чего с большой вероятностью вам скажут что-то, о чем вы никогда в жизни не слышали. Но если это узкий специалист, он все равно будет читать это выдающееся открытие. То есть правда это довольно такая серьезная проблема, найти яркие отечественные открытия в области астрономии. Вот я на это второе место ставлю открытие магнитаров. Первые надежные данные о том, что есть такой удивительный феномен, мощные рентгеновские вспышки. Первые эти данные были получены во время первой исторической вспышки, 5 марта 79 года. И в это время на спутниках Венеры 11-12 стояла регистрирующая аппаратура эксперимента Конус. И с ней работали две группы. То есть, собственно, основная группа, я бы сказал, группа Мазица из Фистеха в Питере. И ИКИшная группа международная, поэтому там первый автор француз, ну и из людей, которых вы должны хорошо знать, скажем, Владимир Гдальевич Курт был в этой группе. И они увидели мощную вспышку в направлении на Большое Магелланово облако. При этом довольно быстро было установлено, что от этого источника вспышки приходят повторно. и группе Мазица принадлежали данные по таймингу. И они довольно быстро построили вот эту картинку. То есть основной пик, где снова максимум обрезан, потому что просто все захлебнулось. То есть оценки показывают, что там было больше 50 тысяч отсчетов в секунду здесь, но дальше 2000 считать они не могли. И потом вот этот замечательный пульсирующий хвост со строгой периодичностью, который очевидно указывает на вращение нейтронной звезды. Потому что строго выдерживать период несколько секунд другим объектам, которые могут дать такую вспышку, довольно трудно. Вспышка была очень мощная. То есть мы подбираемся к вполне макроскопическим величинам. Такие разумные доли эрго на квадратный сантиметр. Это флюенс, то есть проинтегрировано за время вспышки, но вспышка короткая. Светимость получалась вполне такая фантастическая. В группе Икишной с французами принадлежали данные по триангуляции, по следующее определение координат. И, соответственно, они определили, что бокс ошибок проецируется на остаток сверхновой в Большом Магеллановом облаке. И стало ясно, что это действительно молодая нейтронная звезда, которая периодически дает очень мощные рентгеновские вспышки. Вот этот диапазон, в котором наблюдается вспышка, это жесткий рентген, мягкий гамма, поэтому я иногда буду говорить о рентгеновских вспышках, при этом они называются софт-гамма-репитеры. Но, в общем, вы понимаете, что здесь всегда есть такая сложность. Диапазон 100 кВт, куда его отнести? К жесткому рентгену или мягкому гамму? Это предмет договоренности. Такой мощной вспышки от этого источника больше не наблюдалось. И, как вы видели, вообще все источники, которые давали мощные вспышки, за время наблюдения дали по одной. Но более слабых вспышек они дали много. И про параметры более слабых вспышек еще поговорим. Они тоже вполне поражают воображение. То есть стало ясно, что это действительно какой-то совершенно новый, очень необычный класс объектов. Это нейтронные звезды, фантастически непохожие на пульсар в Крабе, вообще с другой астрофизической феноменологией. И это очень интересно. И вот открытие магнитаров, это, конечно, очень большой результат. Итак, можно грубо разделить вспышки магнитаров на 3,5 группы. Гигантские вспышки, типа вспышки 5 марта, иногда выделяют гипервспышку. То есть вот тогда получается, что вот этих наблюдали 2, а эту 1. То есть статистика не бог весть какая, но параметры довольно сильно отличаются. Здесь светимость несколько на 10.44 ркс в максимуме оценивается, а здесь под 10.47 ркс, поэтому почти два порядка разницы позволяют выделять это единственное событие в отдельную группу. Есть так называемые промежуточные вспышки и слабые. Естественно, чем слабее вспышка, тем чаще они происходят, тем чаще они наблюдаются. Но даже для слабых вспышек типичная светимость – это 10.40-10.41 ркс. То есть это десятки миллионов светимостей Солнца, высаживаемые за долю секунды в жесткое излучение. То есть безусловно, даже во время слабой вспышки этот объект ярче галактики в соответствующем спектральном диапазоне. То есть энерговыделение очень большое, происходит очень быстро и не разрушает объект. И может повторяться очень часто. То есть единственный способ – это действительно выделение энергии электрического тока, то есть выделение энергии магнитного поля. Ну вот еще раз картинки кривых блеск и слабых вспышек. Здесь они в более красивом масштабе, я бы сказал, показаны. Прям видно, что это иголочки. Вот снова 0-02 секунды. То есть здесь речь идет вообще о миллисекундных вспышках. И это как раз типичное проявление такой активности. Когда вспышки были открыты, это, соответственно, дало основание для формирования такого класса объектов, как софт-гамма-репитеры. Одновременно появлялся класс объектов, который получил название аномальные рентгеновские пульсары, к которым мы сейчас будем переходить потихоньку. И впоследствии, как мы увидим, от аномальных рентгеновских пульсаров тоже увидели такие вспышки. То есть в этом смысле, хотя много где у меня написано софт-гамма-репитеры и аномальные рентгеновские пульсары, но с течением времени все больше стирается грань между этими типами объектов. И в этом смысле правильнее их сразу объединять в группу объектов, которые мы называем магнитарами. Промежуточные вспышки. Промежуточные вспышки характеризуются в первую очередь тем, что у них разная кудрявая морфология. Вот эта вспышка, это как раз, возможно, четвертая гигантская вспышка. У нее нет данных по самому максимуму блеска. И косвенные данные позволяют сказать, что здесь был мощный импульс. Но даже если это так, потом не было пульсирующего хвоста, поэтому это в любом случае не совсем типичная гигантская вспышка. А вот замечательный пример, когда есть пульсирующий хвост, а нет начального сильного импульса. И здесь он не мог быть пропущен. Вот эта кривая блеска, кто видел, напоминает совершенно классический гамма-всплеск космологический. С такой нормальной длительностью 10 секунд. Прямо вот гамма-всплеск и гамма-всплеск. То, что это именно магнитарный всплеск, можно определить только потому, что для него хорошо определены координаты. И, соответственно, это связано с историческим магнитаром. Причем это именно магнитар, который вспыхивал 5 марта 1979 года. Ну и, наконец, очень смешная вот такая вспышка, она мне всегда напоминает ручки персонажа в сауф-парке. Такая в форме варежки, я бы сказал. То есть для промежуточных вспышек, помню, с энергиями где-то от 10.42 до 10.43 рк в секунду, со светимостью 10.42 до 10.43 рк в секунду, морфология может быть очень различной. Ну и, наконец, еще про гигантские вспышки. Вот этот слайд вы уже видели. Это вспышка августа 1998 года. Для вспышки 1979 года, ну, аппаратура была 1979 года, как вы понимаете, даже еще более ранее. С течением времени аппаратура совершенствовалась, поэтому лучше был прописан этот хвост замечательно пульсирующий. Дольше был прописан очень много этих пульсаций. Полное энерговыделение во вспышке больше, чем 10.44 рк. И это более или менее поровну распределяется между основным импульсом и хвостом. Ну, вот начальный импульс, он очень коротенький, треть секунды, а пультирующий хвост дальше тянется в течение многих минут. Аномальные рентгеновские пульсары. Здесь хочется спуститься в ностальгические воспоминания. Там в 96-м году я первый раз, второй раз в жизни, ладно, был на хорошей международной конференции. И там, собственно, вот в 96-м году впервые представляли эти результаты по как бы идентификации нового класса нейтронных звезд. И, на мой взгляд, тогда это звучало не суперубедительно. Но оказалось, что авторы абсолютно правы. То есть вот только в 90-е годы, уже когда софт-гамма-репитеры довольно долго исследовали, был выделен еще один класс магнитаров. Чем объекты выделяются? Это рентгеновские пульсары. Нормальный рентгеновский пульсар — это нейтронная звезда в двойной системе, идет аккреция. Аккреция идет на полярной шапке, потому что вещество каналируется магнитным полем, звезда вращается, и, соответственно, мы видим полярные шапки под разной ориентацией и, соответственно, видим пульсации. Из многообразия в десятки известных рентгеновских пульсаров люди выделили группу, которая характеризуется вот такими свойствами. Ну, во-первых, это объекты с довольно близкими периодами, порядка нескольких секунд. Но всегда у вас будет группа с каким-то набором узким диапазоном параметров. Они почти все время замедлялись. То есть мы помним, что аккрецирующая нейтронная звезда, там есть ускоряющий момент и замедляющий. Замедляется из-за торможения магнитным полем, в первую очередь, и ускоряется, потому что каждый грамм вещества, прилетающий из компонента, приносит орбитальный момент. И, в принципе, известные рентгеновские пульсары, совершенно точно нормальные аккрецирующие рентгеновские пульсары в двойных системах, у которых довольно долго, годы, десятилетия, наблюдается или там ускорение, или чаще замедление довольно долго. То есть снова само по себе это ничего не выделяет. Не видно никаких оптических компаньонов. Снова это нередкое свойство, оптические компаньоны часто не видны, например, из-за межзвездного поглощения. В рентгене оно маленькое, а в оптике оно будет большим, и если звезда достаточно слабая, вы ее не видите, тем более на фоне яркого аккреционного диска. Относительно слабые светимости. Вот это уже действительно выделяет, поскольку рентгеновские пульсары, особенно если это переполнение полости рож, имеют довольно стабильные, довольно типичные светимости, 10,37 эракфекунду. То есть такие доли 10% от Эддингтона, например. А здесь светимости систематически на пару порядков ниже. Это хорошее свойство, но некоторые сомнения вызывало то, что а как вы определили расстояние? Насколько точно померено расстояние? Вы ошиблись в 3 раза в расстоянии, а значит вы в 10 раз ошиблись в светимости. И сделать это довольно легко. И, наконец, светимость более-менее постоянна. Опять-таки для аккрецирующих источников характерна переменность, потому что аккреция не может быть суперстабильной. Плюс есть пробирание вещества через магнитное поле. Процесс тоже трудно сделать абсолютно стабильным. Здесь светимости были фактически постоянные. Тем не менее, оказалось, что люди правы. И вот сейчас есть около 12 источников. Я прошу к этим числам относиться творчески. Во-первых, потому что есть кандидаты, которые нужно подтверждать. Во-вторых, потому что всегда есть сложность деления между софт-гамма-репитерами и аномальными рентгеновскими пульсарами. Я так условно их делю 12 и 12 примерно. Именно в этой презентации. Но пропорция может быть немножечко другой. Действительно, это за редким исключением стабильные рентгеновские источники с светимостью 10.34-10.35, с периодом пульсации в очень узком диапазоне периодов, с большим и примерно постоянным темпом замедления. И действительно нет двойных компаньонов, в некоторых случаях ассоциирован с остатками сверхновых. Опять-таки, некоторые известные объекты с периодами вращения и довольно типичный профиль импульса. Мы остановились на аномальных рентгеновских пульсарах, успели о них поговорить. И таким образом у нас есть две группы объектов, которые относятся к магнитарам. Софт-гамма-репитеры и аномальные рентгеновские пульсары. Для софт-гамма-репитеров самая главная особенность – это их вспышки. И энерговыделение там очень большое. Оно заведомо не связано с акрецией, не связано с выделением вращательной энергии, не связано с выделением тепловой энергии. Потому что ни то, ни другое, ни третье даже близко не могут подойти к такому темпу энерговыделения. Можно придумывать что-то очень экзотическое, какие-нибудь фазовые превращения в нейтронные звезды. Но это будут очень искусственные гипотезы. А гипотеза диссипации энергии тока, энергии магнитного поля очень хорошо подходит. Для аномальных рентгеновских пульсаров, как и для большинства софт-гамма-репитеров между вспышками, главная особенность – это рентгеновская светимость на уровне 10.35r в секунду. При этом, повторюсь, 10.35r в секунду очень трудно дать тепловой эволюции. И для этих конкретно объектов 10.35r в секунду – это, как правило, больше, чем темп потерь вращательной энергии. То есть даже если вы все потери вращательной энергии стопроцентно засунете в рентгеновский диапазон, для некоторых источников это окажется недостаточно, чтобы объяснить их рентгеновскую светимость. Но с течением времени, а именно уже в 21 веке, оказалось, что некоторые аномальные рентгеновские пульсары тоже показывают вспышечную активность. Ни один объект, который был изначально идентифицирован как аномальный рентгеновский пульсар, не показал гигантской вспышки. Но многие из них, что является результатом последних 15 лет примерно, демонстрируют слабые вспышки. И вот один из первых таких примеров, объект, чей, 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 чье имя здесь не выписано, который был идентифицирован как аномальный рентгеновский пульсар, показал классический короткий всплеск, идеально похожий на всплеск софтгамм-репитера. То есть только по этим данным их вообще невозможно отличить. И в этом смысле я бы сказал, что сейчас представляется, что к аномальным рентгеновским пульсарам исторически относятся объекты, которые были открыты, не по вспышечной активности, а по стабильному рентгеновскому излучению. А к софтгамм-репитерам относят объекты, которые были открыты по вспышечной активности. Но дальше они могут демонстрировать совершенно идентичные свойства. И это сильно перекрывающееся множество. Мы видим, они вроде бы немножечко сдвинуты друг относительно друга. Софтгамм-репитеры в среднем, это более экстремальная популяция объектов, они в среднем, наверное, немножко помоложе, они демонстрируют в том числе и более мощные вспышки, что аномальные рентгеновские пульсары, по крайней мере, пока не показывают. Тем не менее, вспышек от аномальных рентгеновских пульсаров известно уже много, от объектов разных типов. По большей части это вспышки, идентичные слабым вспышкам, с очень простой морфологией, единичные импульсы, но этим все не исчерпывается. Есть такие мини-версии гигантских вспышек магнитаров, то есть очень короткий начальный импульс, потом пульсирующий хвост, но все это не на светимости, 10.45 здесь и 10.44 полное энерговыделение в хвосте, а на светимости порядка на 3 меньше. И это, конечно же, дополнительно указывает на общность физических свойств, на то, что машина-то, в общем, одна и та же. Просто работает немножечко по-разному. Вот замечательный пример. Снова всплеск аномального рентгеновского пульсара, очень напоминающий гигантскую вспышку. Глазом здесь не виден период пульсации, но вот такая периода грамма, и на периоде вращения этой нейтронной звезды период вращения известен по стабильным рентгеновским наблюдениям. Виден очень резкий пик, то есть здесь есть пульсации, а до вспышки никаких пульсаций на частоте вращения не было видно. И это действительно такой гигантский всплеск в миниатюре, что ставит довольно интересные вопросы перед теми, кто детально строит эти модели, но с такой большой астрофизической точки зрения в первую очередь демонстрирует именно общность свойств аномальных рентгеновских пульсаров и софт-гамма-репитеров. Таким образом, вот две популяции, которые изначально были идентифицированы по очень разным данным, по вспышкам и по стабильным рентгеновскому излучению, складываются в нечто единое, и это должен быть компактный объект, область излучения заведомо не превосходит нескольких сотен километров, и все это очень хорошо укладывается в модель одиночной нейтронной звезды с сильным магнитным полем. Рентгеновские наблюдения между вспышками демонстрируют совершенно потрясающую общность свойств между софт-гамма-репитерами и аномальными рентгеновскими пульсарами. Строго говоря, если здесь не написать, где какой объект, то просто так и нельзя отличить данные по аномальным рентгеновским пульсарам от софт-гамма-репитеров. Если объект не вспыхивает, то свойства совершенно идентичные, множество, я бы сказал, полностью перекрываются. Еще одно важное открытие, которое было сделано относительно недавно, было сделано благодаря спутнику Интеграл, это обнаружение очень интересной особенности в спектрах магнитаров. Не всех, но некоторых. И, наверное, если составлять рейтинг главных открытий спутника Интеграл, то я бы это в тройку совершенно точно включал того, что они сделали. Итак, посмотрим, например, на этот объект. До Интеграловских данных были известны рентгеновские спектры в стандартном диапазоне. Энергия в килоэлектронвольтах 1, 10, ну вот там до 7, 8, 10. КЭФ, стандартный рентгеновский диапазон, это нормальный рентгеновский пульсар. Вот он спектр, который вроде бы состоит из двух компонентов, чернотельный и степенной. Все это складывается вот в такую красивую картинку. И ничто не предвещало, что источник вообще будет виден на энергиях 100 килоэлектронвольт. Однако Шинтеграл показал, что спектр в жесткой части растет. Для некоторых софт-гамма-репитеров это было менее удивительно. У них есть тепловая компонента в спектре, но есть нетепловая в рентгене. И иногда вот этот хвост хорошо ложится на продолжение нетепловой компонента из рентгена, но иногда ложится плохо. То есть здесь спектр вниз не уходит, но совершенно точно ничего не предсказывалось, что он пойдет вверх. То есть вот эти хвосты на высоких энергиях, которые наблюдают и у аномальных рентгеновских пульсаров, и у софт-гамма-репитеров, это в любом случае некая такая новая компонента в спектре, некая дополнительная компонента. Нужно придумывать, откуда ее брать. Ну вот здесь все примерно то же самое, просто более крупно показано вместе с рентгеновскими импульсами этих пульсаров. Существенно, опять-таки, что вот это свойство характерны и для тех, и для других, что опять-таки подтверждает, что машина там одна и та же. Могут быть какие-то разницы в деталях, но в принципе мы имеем дело с одними и теми же физическими процессами. Вообще, если мы берем сам рентгеновский спектр, мягкий рентгеновский спектр до 10 кВт, или там стандартный рентгеновский спектр, то, как правило, спектр хорошо описывается двумя-тремя компонентами. Первое, что следует пробовать, это черное тело плюс степенной спектр. Соответственно, чернотельный спектр связан с тепловым излучением поверхности нейтронной звезды, которая прогрета в первую очередь диссипацией магнитного поля. Плюс нетепловые компоненты, которые связаны с магнитосферным излучением, с чем-то происходящим в магнитосфере. Иногда это может быть две чернотельных компоненты, то есть степенная часть почти не видна. Иногда две чернотельные плюс степенная. Но как бы то ни было, это всегда смесь в той или иной пропорции чернотельного излучения поверхности и степенного излучения в магнитосфере. Температуры черного тела довольно типичны для разных источников, что снова указывает на то, что это один и тот же механизм нагрева, который более или менее одинаково работает. Небольшие отличия в температуре легко связать с отличиями в величине магнитного поля, в темпе диссипации, что может быть связано не только собственно с величиной поля, от величины поля скорее в первую очередь зависит Холовский каскад, но и от глубины залегания поля, от количества примесей в Корее, в общем, от всяких деталей устройства конкретной нейтронной звезды. Если все-таки рассматривать какую-то статистику по популяциям, то аномальные рентгеновские пульсары кажутся немножко мягче. То есть у них не тепловая компонента, а спектр немножко помягче, немножко не так хорошо выражена. Пульсации в рентгеновском диапазоне и вообще изменение светимости в основном связано с нетепловой компонентой. Что опять-таки ожидаемо. Все-таки резко поменять температуру поверхности нейтронной звезды очень трудно. Это довольно инерционная штука. Это может происходить, если у вас процесс диссипации энергии в Корее идет каким-то транзиентным образом. Но тогда масштаб переменности будут хотя бы месяцы. Не считая там, может быть, начала вспышки, но дальше остыванием будет месяцы. Характерный масштаб. А в магнитосфере все процессы могут происходить быстро. Магнитосфера такое довольно живое образование. И поэтому неудивительно, что переменность связана в основном с нетепловой компонентой, то есть с магнитосферной. Но и пульсации связаны чаще всего с нетепловой компонентой, что тоже важно. Здесь очень хорошо сравнивают с типичный спектр магнитаров, с другими одиночными и неодиночными нейтронными звездами. Вот типичный спектр в рентгене, естественно, обычного радиопульсара. То есть тепловая компонента, не тепловая. Это аккрецирующий пульсар и магнитар. То есть опять-таки тепловая компонента сдвинута относительно обычного радиопульсара. Большая температура, связанная с дополнительным механизмом прогрева. И вот он, жесткий хвостик. Ну а у аккрецирующего все выглядит совсем иначе. Что еще роднит аномальные рентгеновские пульсары и вообще магнитары с другими типами нейтронных звезд? Например, пульсарные туманности. То есть вы помните, что карбовидная туманность это не совсем остаток сверхновой. То есть классическое определение остатка сверхновой это вот у вас произошел взрыв, у вас есть фронт ударной волны, он движется по веществу межзвездной среды, вообще говоря, сгребают это вещество. И вы видите большой в симметричной ситуации круглый остаток. Вот он, этот остаток сверхновой. Такая штука в крабе вообще не видна. Ее ищут, в общем, столько, сколько знают про пульсар в крабе, я бы сказал, и ничего не видно. То есть взрыв произошел в среде очень низкой плотности, по всей видимости, и поэтому разлет идет баллистически, и никакого красивого остатка нет. А то, что мы видим карбовидную туманность, это плерион. Это туманность, питаемая энергией пульсара. То есть если вы выключите пульсар, то карбовидная туманность через какое-то время станет не видна. Там само вещество, естественно, никуда не денется, но подпитка производится релятивистскими частицами, которые впрыскивает туда нейтронная звезда, именно работающий радиопульсар. Вот такие пульсарные туманности, плерионы, это довольно часто встречающаяся вещь у молодых пульсаров с большим темпом потери вращательной энергии. У магнитаров тоже есть такие образования, что немножко иногда странно, потому что у них не супербольшие темпы потери вращательной энергии. Но там, где он велик, такие туманности есть. И вот один из объектов, это один из самых быстро вращающихся, ну, самый быстро вращающийся, надежно подтвержденный аномальный рентгеновский пульсар с большим темпом потери вращательной энергии. Неудивительно, что он может запитать такую туманность вокруг себя. Соответственно, в данном случае такое вот очень родственное образование. Другой объект, мы о нем говорили на самой первой лекции, очень красивый объект, источник, который был известен как молодой пульсар в хорошей такой плерионной туманности. И в 2006 году он перешел в активную фазу, начал демонстрировать магнитарные всплески. То есть это был первый, ну и по большому счету единственный яркий пример, когда объект, который был классифицирован как обычный пульсар, пусть и молодой, из большой потери энергии, но вот он перешел в класс магнитаров, будучи открыт как объект другой природы. У него наблюдались гличи, это вот скачок первой производной частоты, это скачок второй производной частоты. И, соответственно, у этого объекта просто изначально была красивая плерионная туманность. То есть в этом смысле магнитары хорошо смыкаются с объектами других типов, и это позволяет лучше устанавливать эволюционные связи между разными типами объектов. Откуда берется магнитное поле? Это очень такой важный вопрос, строго говоря, ответа на который нет. И будет неудивительно, если не у всех магнитаров поле приобретается в результате одного и того же процесса. С магнитарами интересный еще аспект состоит вот в чем. В принципе, когда в 79-м году открыли, идентифицировали первый софт-гамма-репитер, их, а, магнитарами не называли, ну и, б, вообще говоря, про сильные магнитные поля не очень их говорили. Говорили, но так, как-то. С этой точки зрения, как теоретический объект, магнитары придумали почти что независим. Да, объясняя эти вспышки, да, объясняя реальные объекты, но все-таки это в начале 90-х сделали Данкан и Томпсон. И они именно исходили из того, что они придумали, как у младых нейтронов звезд можно генерировать сильные магнитные поля. И связано это с тем или иным видом динамомеханизма. Напомню, что механизм динамо связан с трехмерными движениями вещества, которые приводят к усилению магнитного поля. Обычно это иллюстрируют с помощью какой-нибудь веревочки. Это действительно очень такой наглядный процесс. Веревочки у меня нет, у меня есть длинный кабель. Я надеюсь, он потом включится обратно. Идея очень простая. Вот линия магнитного поля. Если у нас есть двумерные движения, то мы никак не можем усилить поле. Величина поля соответствует плотность силовых линий. Но если у вас есть трехмерные движения, то вы можете начать складывать петли поля. Вот у вас петля поля, вот у вас одно движение, выводящее из плоскости, вот у вас движение, например, возвращающее в плоскость. У вас в два раза возросла плотность силовых линий. То есть сложение, например, двух вращательных движений позволяет вам за цикл удваивать поле. Если циклы довольно быстрые, то процесс экспоненциальный, и все получается как с этими зернышками на шахматной доске, соответственно, вы довольно быстро можете магнитное поле усиливать. То есть энергия магнитного поля берется из энергии движения вещества, по сути. То есть из другого источника энергии, как правило, связанного с какой-нибудь механикой. Есть разные версии динамомеханизмов, мы в детали вдаваться не будем. Для нас важно вот что. В новорожденной нейтронной звезде, вот не то, что в молодой, а прямо в новорожденной, происходит конвекция. Причем конвекция довольно сложная. У вас накладывается на конвективные движения, еще одно движение это дифференциальное вращение. У вас вся нейтронная звезда в этот момент жидкая, она вся движется. И в этот момент если у вас было какое-то поле, оно всегда было, потому что у звезды, у обычной было магнитное поле, магнитный поток сохраняется при коллапсе, если там какой-нибудь экзотики не происходит. Соответственно, вы можете перекачивать энергию вращения нейтронной звезды в первую очередь в энергию магнитного поля. И энергии вращения довольно много. Мы можем с вами совсем простые оценки сделать. Значит, мы с вами вспоминаем, что энергия вращения, она рассчитывается по такой простой формуле. Соответственно, по порядку величины это у нас будет 10 в 45 умножить на, давайте возьмем предельное вращение, минимальный период, это примерно 1 мс, соответственно, омега это 2π на π, то есть здесь у нас еще 6-очка вылезает, и поэтому мы получаем омега квадрат пополам величину порядка 10 в 7-ой. То есть, вообще говоря, в вращательной энергии может быть 10 в 52-ой рак, это фантастическая величина, это очень много. Давайте сравним с энергией магнитного поля. b квадрат на 8π это энергия единицы объема, 4 третьих πr куб, соответственно, b квадрат r шестой на 6, правильно? Третий, конечно. мы хорошо приравниваем одну к другому, и мы получаем, что b квадрат на r в куб это порядка 10 в 53-ой, но я уже совсем округляю, чтобы забраться куда-нибудь далеко-далеко. r куб это 10 в 18-ой. Значит, 10 в 18-ой минус, вот это минус 10 в 18-ой, это 10 в 35-ой, правильно? Это фантастическая величина. То есть поле 10 в 17-ой вы можете получить. Это очень много. Ну, мы везде все задирали, но важно, что стандартные магнитные поля, величиной, стандартные магнитные поля для магнитаров, величиной 10 в 15-ой, гаусс, вы легко с запасом получаете, потому что 10 в 15-ый гаусс, соответственно, будет 10 в 30-ой на 10 в 18-ой, да, r куб на шестерочку, это вообще всего лишь там 10 в 47-ой r примерно, да, с точностью до фактора двойка. И, конечно, вращательной энергии в начале гораздо больше. И вы можете сгенерировать такое поле, если у вас происходят все эти замечательные конвективные движения и работает динамомеханизм. То есть, в течение, ну, не то, что долгого времени, а всего времени этот механизм считается основным. Есть одна единственная причина, и я поясню пока на доске, прежде чем доберемся до соответствующих слайдов. Есть одна причина, почему люди думают над другим механизмом. Потому что есть магнито-дипольная формула, где у вас там потеря вращательной энергии пропорциональна b квадрат на омега в четвертый. И если вы сюда подставите 10 в 15 гаусс, а сюда, скажем, 10 в 3 герц, то вы получите совершенно фантастический темп потерь вращательной энергии. И это означает, что в молодой остаток сверхновой, в котором сидит такой вот экстремальный быстро вращающийся магнитар, вы будете впрыскивать очень много энергии. И теоретически вы вот эту добавочную энергию, которую впрыскиваете в остаток сверхновой, можете обнаружить. Вы можете исследовать, отличаются ли чем-то остатки сверхновых с магнитарами от остатка сверхновых без магнитара. Ну и естественно, если вы туда впрыснули энергию порядка кинетической энергии взрыва, отличия должны быть, все поиски показали, что никаких отличий нет. То есть, по крайней мере, есть некие верхние пределы на вот эти потери. Это означает, что если B было 10-15, то частота вращения у этих магнитаров не могла быть очень большой, периоды не могли быть очень маленькие. А тогда, получается, не будет работать динамомеханизм. То есть, здесь есть некоторая проблема, но, тем не менее, она не считается очень жесткой, потому что определить этот впрыск энергии довольно трудно. Там есть ряд модельных предположений, насколько эффективно он происходит. Мы про это еще немножечко поговорим. Как бы то ни было, основная идея на сегодняшний день, откуда берутся сильные магнитные поля магнитаров, это увеличение изначального поля на пару порядков за счет работы динамомеханизма. Ну, вот это утверждение про то, что изучение остатков сверхновых не дает указаний на то, что было дополнительный впрыск энергии, и, соответственно, люди пытаются разработать другие идеи, и другая идея выглядит так. Собственно, откуда берутся поля обычных нейтронных звезд? Идея очень простая. Вы берете обычную звезду с дипольным полем, а потом вы устраиваете коллапс, и у вас звезда коллапсирует в нейтронную звезду. При этом сохраняется магнитный поток, то есть количество силовых линий сохраняется, и у вас происходит именно усиление B. При этом у вас магнитный момент уменьшается, то есть все идет нормально, энергия ниоткуда не берется, но именно плотность магнитных силовых линий существеннейшим образом возрастает, у вас получается такое остаточное поле, то есть у вас сохраняется величина BR квадрат, число силовых линий на площадь, квадрат, уменьшаете R квадрат, увеличиваете B, и если мы стартуем с нормальных звездных полей, там порядка гаусса, то мы легко получаем 10 в 12, 10 в 11 гаусс, нормальные поля нейтронных звезд. Чтобы получить магнитарные поля, нам нужны звезды с магнитными полями где-нибудь килогаусс, сотни гаусс. И последние годы появились наблюдательные данные в пользу того, ну не в пользу, а прямо доказывающие, что массивные звезды, которые должны являться прародителями нейтронных звезд, могут иметь большие поля на поверхности. И казалось, все хорошо, но на самом деле есть один очень простой аргумент, который выдвинул Хэнк Спроид, потом выключи свет, там есть ссылка на и принт. Итак, вот у нас большая звезда, массивная звезда с дипольным магнитным полем, при этом мы разумно можем предполагать, что поле как-то регулярно устроено внутри звезды, но это массивная звезда с массой 20 масс Солнца. А в центре у нее есть ядрышко с массой, скажем, полторы массы Солнца. И только это ядро будет коллапсировать нейтронную звезду. Поэтому вы не можете взять поле на поверхности и размер звезды. И исходя из этого, вот это сюда подставлять и получать сохранение потока. Вы должны взять, сколько у вас вот здесь потока. А здесь у вас будет что-нибудь типа 1% от магнитного потока всей звезды. И поэтому вообще говоря, если не предполагать, что в ядре звезды поле в 100 раз сильнее, чем на поверхности, вы не получите магнитара просто путем сохранения потока. И в такой простом варианте таким образом это не работает. То есть если вы провели спектроскопические наблюдения, определили поле на поверхности и получили ну пусть даже 1 килогаус на поверхности. Это большая звезда с радиусом больше допустим. То потом вы сжимаете это до сантиметров. То есть R квадрат вы получаете выигрыш 10 десятый раз. Ну и там килогаус пусть добавим несколько миллионов километров. Килогаус у вас в 10 13 превратится. Килогаус при радиусе в пару миллионов километров превратятся в 10 14 гаусс. Это не работает, потому что можно работать только с ядром. и вообще говоря, вот такой простой аргумент, вот это довольно уже старая статья 10-летней давности спруют. Она, на мой взгляд, остается очень сильной критикой, и поэтому, хотя пропоненты механизма образования магнитаров без динамомеханизма продолжают писать статьи, но кажется, что это так легко не работает. исторической правды ради я должен сказать, что существовало, ну и отчасти существует движение как бы запретим магнитары. То есть есть люди, которым идея не нравится, идея нетронных звезд с очень сильными магнитными полями, они пытаются объяснить все то же самое без магнитных полей. И 30 лет назад, даже 20 лет назад, это была вполне легитимная деятельность. То есть если мы говорим об аномальных рентгеновских пульсарах, причем тех, которые не вспыхивают, то действительно можно построить вполне непротиворечивую модель, которая будет все описывать без сильных магнитных полей, нужно добавить аккрецию. То есть нейтронная звезда одиночная оказывается окруженная диском, и такие идеи прямо в середине 90-х авторы концепции обсуждали, как одно из возможных объяснений магнитара. Но эта модель совершенно не позволяет объяснить сильные вспышки, потому что в аккреционном механизме вы никак не можете 1047 в секунду получить светимость в течение одной десятой секунды, а потом все это выключить и через короткое время повторить заново. Поэтому модели есть, то есть вы можете увидеть людей, статьи, но действительно я вот один раз видел на международной конференции неполиткорректное, почти неполиткорректное поведение коллег нероссийских, когда человек делает доклад про то, что магнитаров нет, рассказывает, и Чармен, по-моему, говорит, есть вопрос, ни у кого нет никаких вопросов, он говорит, у меня есть вопрос. Он очень вежливо улыбается, говорит, скажите, пожалуйста, а что должно произойти, чтобы вы перестали это рассказывать? Ну, действительно, это довольно трудно уже представить, что должно произойти, то есть это такая некая особая деятельность, при этом она, важно понимать, что очень часто все-таки в науке бывает так, что люди занимаются вроде бы какой-то явной почти лженаукой, но если они это делают достаточно честно, то есть они компетентные физики, они не делают арифметических ошибок, то они могут все равно строить хорошие модели, которые просто будут применимы где-то в другом месте. вот эти объекты это не объясняют, но в принципе могут существовать диски вокруг одиночных нейтронных звезд, это вполне нормально, и если похожие объекты когда-то будут открыты, то та теория, которую развивали люди, строящие альтернативы магнитарам, она прямо будет туда приложима, но может с какими-то незначительными модификациями, так что вообще говоря, это не совсем бессмысленная деятельность, она просто очень курьезно выглядит, когда это пытаются применять к объектам, которые за год выдали 200 вспышек по 10.41 секунду, это довольно смешно выглядит. Итак, мы все-таки думаем, что это магнитные поля, но рассуждение о том, что нам нужно выделять быстро большую энергию, кажется недостаточным. На чем исторически строились и строятся аргументы в пользу того, что мы имеем дело именно с магнитарами? Исторически все началось вообще с больших периодов и производных периодов. То есть мы ничего не придумываем, берем магнито-дипольную формулу или любую ее модификацию, подставляем туда P-P-S-точка и получаем большое магнитное поле. Это очень хороший в принципе аргумент, но тем не менее. Следующая часть аргументации связана со вспышками. Про энергию вспышек мы уже сказали. Что такое вот это? Что такое второй пункт? Это связано с пульсирующим хвостом. Вы выделили большую энергию, а дальше каким-то образом вы удерживаете большой объем плазмы, потому что мы представляем весь хороший спектр того, что излучает хвосте. Вы в течение минут удерживаете облако очень горячей плазмы. Его чем-то надо удерживать, потому что время пересечения этой области, этих жалких 300 километров, это соответственно миллисекунды, потому что скорости там околосветовые. Соответственно можно посчитать каким магнитным полем можно удержать облако плазмы, которое высвечивает 10,44 эркосекунды за 5 минут, например. И это поле оказывается, это должно быть крупномасштабное дипольное поле, это очень важно. И поля получаются порядка 10,14-10,15. То есть вот это сходится с этим, сходится с этим. Есть всякие более модельно зависимые оценки. И наконец есть прямые, по астрофизическим меркам, прямые измерения поля под циклотроном линии. История началась довольно давно, хотя все равно в 21 веке, но тем не менее. В спектре некоторых вспышек наблюдались вот такие спектральные детали в рентгеновском диапазоне. Они находятся в гармоническом отношении, то есть это похоже действительно на линию ее гармоники. и наилучшая идея была в том, что это протонная циклотронная линия. То есть обычно мы говорим об электронных циклотронных линиях. В данном случае это хорошо объясняется протонной циклотронной линией, и тогда мы получаем оценку поля, хорошо совпадающую с этим, с этим, с этим, с этим. И все прям складывается в красивую картинку. Здесь есть сложность. Сложности состоят в том, что все вот эти первые линии видели на одном единственном детекторе только во время вспышек. То есть вы не можете это просто так проверить. Вы не можете написать заявку и провести наблюдение это проверяющее. Есть данные, вы их интерпретируете, а интерпретация спектров это довольно сложная штука. На самом деле получить эти линии это не очень просто. Вы много раз фитируете спектр, и вы видите, что у вас там лучше в среднем он подгоняется этими линиями. Но вообще говоря, почти всегда его можно написать и без линий. И дальше вопрос становится почти что во что вы верите. Но тем не менее эти данные росли. Линии видели не только в поглощении, но и в излучении, как и должно быть с циклотронными линиями. Но вот все это в основном на спутнике РКСТЕ и только во время вспышек. Но зато, по крайней мере, это хоть разная группа людей получали. Но это не казалось очень таким прямым доказательством. Сейчас есть другие данные по спектральным линиям, о них я чуть позже скажу. Теперь немножко подробнее про гипервспышку 2004 года. Это вспышка от магнитара в центральной части галактики. Есть совсем магнитар в центре галактики, так это не тот, это другой. Эта вспышка была совершенно поразительная. Ее видело все, что смотрело в эту сторону. и она была в 100 раз мощнее, чем вспышка 5 марта 79 года или вспышка 98 года. Это начальный профиль вспышки, дальше, значит, все обрезается, и если бы это можно было промерить и в масштабе нарисовать, видимо, это торчало бы из ГЭШа сверху. То есть вот все, что смотрело в эту сторону, все увидело вспышкой, и что важно, все ослепло. Это очень интересный такой момент. Казалось бы, что проще, вот вы сделаете детектор вот такого размера, поставьте его на спутник, и он не захлебнется, потому что у него фотонов будет мало. Электроника, это будет все то же самое, фотонов будет поймано мало. Но никто никогда не одобрит такой проект. Смотрите, вы будете просить, пусть мало денег, но это все равно космические приборы, все равно будут сотни тысяч долларов минимум, скорее всего, миллионы. Вы хотите поставить прибор, который за 5 лет наблюдений, может быть, что-то увидит один раз с вероятностью 10%, а может быть, не увидит ничего. Естественно, никто не даст денег на такой прибор, поэтому никогда максимум вспышки не был промерен. Все хотят сделать больше и больше детекторов, чтобы они постоянно видели слабые вспышки, но сильную вспышку они не могут рассмотреть, они совершенно захлебываются. Итак, начальный импульс примерно 0,2 секунды, поток вообще макроскопический, 1рк на квадратный сантиметр. То есть вспышка была настолько мощной, что на ночной стороне Земли степень ионизации в магнитосфере достигла уровня дневной стороны Земли. То есть в смысле поведения вещества в магнитосфере вспышка компенсировала Солнце. Соответственно, это совершенно фантастическая энергетика, совершенно фантастическая светимость, длинный, естественно, пульсирующий хвост. Энергия в хвосте такая же, как и у других вспышек. Это вот довольно важно. В спайке вот в начальном импульсе гораздо больше, а в хвосте примерно столько же. Снова совершенно поразительный результат получила группа Мазица. Вот та самая, которая открыла первую вспышку. У них летало два детектора. Один стоял, и он до сих пор стоит и работает на американском спутнике Винт. Он смотрел на вспышку и благополучно ослеп. Второй детектор стоял на короносе, и он в момент вспышки находился в тени Земли. Но люди все равно обработали данные. Люди обработали данные и увидели вспышку вот на этом источнике, на этом детекторе, который находился в тени Земли. Но вспышка пришла с задержкой. С задержкой в пару секунд. И интерпретация такова. впервые, ну первый и пока последний раз, люди увидели отраженный от Луны гамма-сигнал. Луна вообще очень плохое зеркало, а в гамма-диапазоне почти ничего не отражает. Но сигнал был настолько мощный, что вот все видели основную вспышку и ослепли, а конус на короносе увидел отраженный от Луны сигнал, соответственно, вот там пара лишних секунд пройти туда-сюда. Но зато это единственные прямые данные о вспышке. Единственный, кто не ослеп, это прибор, смотревший на отражение, что, соответственно, в истории имело прецеденты, как вы знаете. Что еще интересного открыли по гигантским вспышкам? Поскольку вспышка очень яркая, фотонов много, вы можете проводить очень много интересного анализа спектрального и частотного. И когда люди анализировали времена прихода фотонов, а я напоминаю, что в рентгене в гамме вы имеете точные времена прихода отдельных фотонов. Когда анализировали вот этот очень точный тайминг, то обнаружили дополнительные колебания, глазом их, естественно, не видно. Колебания достаточно высокой частоты. Это от десятков до сотен герц, и колебания присутствуют в части излучения хвоста. Соответственно, вот эти стрелки показывают, в каком диапазоне эти колебания были обнаружены. Эти колебания были обнаружены для вспышки 98-го года в итоге, вспышки 2004-го года разными группами, по разным наблюдениям. и это по всей видимости связано с торсионными колебаниями нейтронной звезды. Окончательной ясности в этом нет, но наилучшая на сегодняшний день идея, и частоты там подходят, и все хорошо, что после этого мощного энерговыделения у вас, конечно, не только в магнитосфере что-то произошло, но и сама звезда испытала это влияние, и кора нейтронной звезды начинает дрожать. У нее есть характерные частоты, на которых она вибрирует, у вас вибрирует кора, а в нее вморожены линии магнитного поля. И, соответственно, у вас дрожит кора, дрожат эти линии магнитного поля, что сказывается на процессах в магнитосфере. То есть вы видите излучение из магнитосферы, но сама магнитосфера дрожит из-за колебаний нейтронной звезды, и люди пытаются это увязать со строением нейтронной звезды, но упирается все в очень сложную физику. То есть люди с точки зрения реальной физики они считаются игрушечными моделями, поэтому это с одной стороны вроде бы новый способ зондирования нейтронных звезд. Действительно, что лучше, вы делаете контролируемый взрыв. Вы знаете, геология очень хорошо развивалась во время проведения подземных ядерных испытаний на Земле, потому что в известной точке с известной мощностью высаживалась энергия. После чего все сейсмографы в мире ловили сейсмические волны, которые распространялись по Земле, по разным траекториям, испытывая какие-то отражения, преломления, и люди много чего получали по внутреннему строению Земли. Ну и здесь природа сама как бы это проделывает, у вас происходит пусть и неконтролируемый, но по независимым источникам измеримый взрыв, резкое выделение энергии, и дальше вы видите отклик нейтронной звезды на эту энергию, что, конечно, очень интересно. Но это снова про то же самое, я не буду, пожалуй, на этом останавливаться. Вспышка 2004 года, она важна для изучения магнитаров, не только тем, что это самая мощная вспышка, что, конечно, аппаратура была лучше, чем в 79-м и даже в 98-м году, но существенно, что источник очень хорошо наблюдали до и после вспышки. То есть достаточно сказать, что в 98-м году не было ни Чандра, ни XMM, а в 2004-м они были. И, соответственно, источник наблюдали очень крупными, очень хорошими рентгеновскими обсерваторами до и после вспышки. И поэтому есть много данных, как менялись свойства источника до и после вспышки, что помогает восстанавливать механизм вспышки. Начнем вообще с того, что происходило с источником. На верхнем графике отложена частота появления слабых всплесков перед вспышкой. Сама вспышка происходит вот в конце полоски. И видно, что источник вошел в очень активную фазу. И вообще говоря, там та же группа мазится в астрономических циркулярах, в которых они сообщали о наблюдении очередной вспышки. Они прямо писали, что источник вошел в очень активную фазу, и мы ожидаем очень сильных вспышек в дальнейшем, на протяжении ближайших месяцев. То есть в этом смысле сам факт гигантской вспышки фактически был предсказан. Это поток в жестком рентгене по данным интеграла, который тоже тогда уже работал, а, например, в 98-м году нет. И видно, что перед вспышкой был рост вот этой жесткой светимости. Это не тепловая светимость, то есть магнитосфера начала излучать больше, там что-то происходило и без какого-то дополнительного пересоединения. Вот это тоже очень важно. Таким образом наблюдался постепенный рост активности на протяжении 2003-2004 года, что закончилось этой вспышкой. Есть наблюдение XMM-Ньютона перед вспышкой, ну и, естественно, есть много наблюдений после вспышки. И вот что наблюдалось. На верхнем графике отложен период пульсара, ну, период нейтронной звезды, период рентгеновского пульсара, и видно, что перед вспышкой он начал резко замедляться. То есть потери вращательной энергии возросли, а пульсар замедляется, я напоминаю, из-за магнитосферных процессов, там текут токи, работают пандромоторные силы, и, соответственно, перед вспышкой явно изменилась конфигурация магнитосферы. Это прямо видно по изменению производной периода. Пульсар начал быстрее тормозиться. Здесь отложен спектральный индекс нетеплового магнитосферного излучения. Опять-таки, он становится более плоским, то есть был вот так, стал более плоским, то есть излучение становится более жестким, значит, у вас стало больше релятивистских электронов в магнитосфере, их энергия возросла, что приводит к большему рентгеновскому потоку на больших энергиях. И все это находит в объяснении в модели так называемой закрученной или скрученной, если угодно, магнитосферы, когда у вас красивые дипольные линии начинают закручиваться, и по всей видимости связано это с поведением поля внутри нейтронной звезды, поле зацеплено за кору, оно вморожено, но, естественно, не абсолютно жестко, идет деформация коры в результате деформации магнитосферы, и, наконец, то ли из-за процессов в коре, то ли еще из-за чего-то, у вас закрученное поле резко релаксирует, приходит снова в равновесную конфигурацию, но вот эта энергия, которая была запасена в закрученной магнитосфере, это состояние с большей энергией, она быстро высаживается в виде вспышки. Есть разные модели, это не самая современная модель, но я, честно, не готов сказать, есть ли модели существенно лучше для объяснения этой вспышки. Итак, у вас есть закрученное поле внутри нейтронной звезды, оно зацеплено за кору, и это поле хочет раскрутиться, поэтому оно начинает действовать на кору, меняется конфигурация атмосферы снаружи, наконец, кора не выдерживает этих напряжений и все резко релаксирует в новую равновесную конфигурацию с выделением накопившейся энергии. Ну вот так выглядят магнитные силовые линии в случае скрученной магнитосферы. А вот теперь уже все вместе эти параметры, как они менялись, и полосочка соответствует моменту вспышки. Это темп слабых вспышек, это поток в стандартном рентгеновском диапазоне, который рос к вспышке, а потом начал релаксировать обратно. Это фотонный индекс, спектр становился более жестким и потом после вспышки резко отскочил назад. Ну и наконец темп замедления. Здесь видно, тоже он изменился после вспышки. К сожалению, вот эта картинка у меня не крутится опять. Ну в общем можно построить такую непротиворечивую модель, которая описывает данные наблюдения, вот этот подход к вспышке в терминах эволюции магнитного поля, глобального магнитного поля нейтронной звезды. Модели скрученных магнитосфер после этого активно развивались, в первую очередь наверное трудами Андрея Белобородова, и люди начали рассматривать разные другие варианты, например, можно не все сразу глобальное поле скручивать, а вот этот твист локализовать на каких-то широтах магнитных нейтронной звезды, соответственно у вас начинаются подвижки только в части коры, вот конфигурация магнитосферы, если вы скручиваете только кольцо, но опять-таки можно рассчитывать отклик, вы понимаете, что для того, чтобы изменить конфигурацию магнитосферы, вам нужно по-другому построить систему токов в магнитосфере, у вас там токи должны стать сильнее в магнитосфере, это приводит к увеличению частиц с высокими энергиями в магнитосфере, и поэтому меняется нетепловое излучение в ней, но оптические пульсации бог с ней. Важным открытием стало обнаружение так называемых магнитаров с низкими полями. Под низким полем имеется в виду дипольное поле, вот любимая диаграмма ПП с точкой, обычные радиопульсары, магнитары, пульсары с большими полями, линии постоянного поля, и нас интересует сейчас вот этот объект. То есть был обнаружен объект, был обнаружен по вспышкам, то есть по классической магнитарной активности, но когда у него был померен период, то производную вообще долго не удавалось померить. После того, как ее все-таки спустя пару лет наблюдений удалось измерить, пульсар попал сюда, то есть у него нормальное пульсарное поле более или менее, почти как у краба, чуть-чуть поменьше, чуть-чуть побольше, прошу прощения, в пару раз, но гораздо меньше, чем у обычных магнитаров. И это с одной стороны кажется довольно необычной вещью, а с другой стороны может быть, как раз является замечательным подтверждением сценария, потому что мы говорили, что эволюционный трек для магнитаров хочется нарисовать вот так. Но так вот он вниз вполне вот так может идти, вот эти два объекта очерчивают последние пункты на пути следования магнитаров, просто по какой-то причине они сохранили активность. Вот собственно данные по этому объекту, это отклонение от постоянного периода, то есть действительно его замедление просто на протяжении долгого времени, лет наблюдений не удавалось восстановить. Потом удалось увидеть все-таки отклонение от вот этого постоянного поведения и удалось измерить производную периоду спустя примерно три года наблюдений и поле оказалось 6 на 10 12. В современных моделях это объясняется именно затуханием крупномасштабного дипольного поля, что одновременно помогает объяснить и период, который равен примерно 10 секундам. То есть здесь показана эволюция периода этого объекта, логарифм периода по вертикальной оси, соответственно это 10 секунд, это возраст и если у вас поле дипольное затухает, то пульсар замедляется, а потом темп замедления становится очень низким, то есть он практически садится на константу в таких масштабах. И поэтому мы можем сказать, что возраст этого магнитара заведомо больше сотен тысяч лет, ну а дальше он довольно слабо ограничен, этот возраст. Но здесь мы говорим только о дипольном поле. Идея состоит в том, что вспышечная активность может быть связана не с глобальным полем, а с более мелкомасштабным полем. И это нашло удивительное подтверждение. XMM Ньютон отличается от Чандры тем, что А у него хуже угловое разрешение, но зато у него больше собирающая площадь. И поэтому он может строить очень хорошие спектры, если источник не надо локализовать в очень заполненном поле зрения. И в данном случае было собрано много фотонов, и люди обнаружили спектральную линию, вот энергия отложена по вертикальной оси, спектральную линию, которая зависит от фазы. То есть вот фаза вращения нейтронной звезды, большую часть импульса никакой спектральной линии не видно. А на некоторых фазах мы видим эту линию, и ее положение меняется в зависимости от фазы. Это очень хорошо описывается протонной циклотронной линией, но связанной не с глобальным полем, а связанной с локальной петлей поля. И тогда поле оказывается равным, где-то у меня было написано, несколько на 10-14 гаусс. Естественно, вы часть оборота вообще не видите эту петлю, часть оборота в течение той части, когда видите, видите ее под разными углами, и поэтому получаете вот такую спектральную линию, зависящую от фазы вращения, и с одной стороны, вы получаете когерентную картину, у вас есть нормальное, меньше 10-13 глобальное поле, которое вам объясняет маленькую производную периоду, с другой стороны, вы имеете прямое доказательство существования сильного магнитного поля в коре, где как раз и будет проходить диссипация энергии, и часть этого поля торчит наружу, то есть вы можете получать магнитосферные процессы, можете получать слабые вспышки. Предсказанием в данном случае, естественно, является полное отсутствие больших вспышек, особенно вспышек с пульсирующим хвостом, потому что вам нечем удержать эту облаку плазмы, нечем удержать этот фаербол, даже если эта плазма будет порождена в результате диссипации, она за короткое время, за десятки миллисекунд максимум разлетается, и длины пульсирующего хвоста не будет. И в последние годы было обнаружено еще несколько магнитаров с низкими дипольными полями, это вот второй пример, период снова около 10 секунд, и глобальное дипольное поле меньше чем 4 на 10 13, причем это транзиентный магнитар, я уже говорил, что магнитары часто показывают переменность своей активности, это и переменность вспышечной активности, есть периоды, когда вспышек много, есть периоды, когда они относительно спокойны, но даже стационарная рентгеновская светимость может претерпевать изменения на масштабе месяцев, лет, то есть происходит в стандартном рентгене повышение активности, а потом потихонечку все это сходит на нет, то есть это выглядит так, что в коре нейтронной звезды произошло выделение энергии, связанное с токами, с магнитным полем, это энерговыделение закончилось, энергия диффундирует, частично внутрь и излучается с помощью нейтрины, частично к поверхности, и тогда мы видим рентгеновское излучение, ну и этот кусок коры остывает со временем, до следующей диссипации поля, это тоже вполне типичное поведение магнитаров, это как раз примерно такой случай. Ну и наконец, еще от одного источника была обнаружена линия, связанная с мелкомасштабным полем, здесь вот на верхнем рисунке горизонтальная оси фаза, соответственно два цикла показаны, и на верхнем рисунке показана энергия спектральной линии, большую часть импульса вообще никакой линии нет, а вот мы видим, как растет ее энергия, при этом уменьшается ее эквивалентная ширина, то есть мы действительно видим соответствующий кусочек под разной ориентацией, а потом просто перестаем его видеть. Соответственно, идея состоит в том, что все эти объекты это старые нейтронные звезды, поле которых, дипольное поле которых сильно эволюционировало, и типичные возраста оказываются порядка миллионов лет для этих источников, и тогда все довольно хорошо сходится одно с другим, светимости, периоды, производные периоды, магнитные поля, все это в рамках стандартных на сегодняшний день моделей можно описать, конечно, в моделях есть достаточная свобода, то есть вы подбираете какие-то параметры, но явных противоречий не видно. Наконец, подбираясь уже совсем к концу в разговоре про магнитары, сколько магнитаров в галактике, есть ли какие-то оценки, но вот некоторое время назад люди сделали очень красивую работу, на мой взгляд. За время работы, ну вот к этому моменту, там за сколько, 8 лет почти, наблюдение на Чандре и XMM было получено много наблюдений. У Чандре и у XMM очень маленькое поле зрения, но они работают постоянно. Поэтому вообще говоря, за годы работы двух обсерваторий у вас получаются сотни, если не тысячи площадочек отснятых очень глубоко. Часть из них лежит вблизи плоскости галактики, нас не интересуют высокие галактические широты, то есть есть сотни площадок в плоскости галактики отснятых очень глубоко. И вот эти линии как раз показывают направление на эти площадки, то есть направление наблюдений. И вы можете провести обработку, поскольку у вас есть данные по времени прихода каждого фотона в этой площадке. Вы можете произвести анализ времени прихода и искать пульсирующие источники. То есть мы хотим искать магнитары, то есть источники с периодом округляя от 1 до 10 секунд, они немножко в более широком диапазоне конечно искали, трудно уходить внутрь, хотя и туда и туда по разным причинам трудно уходить, но в общем более широком диапазоне они смотрели и не обнаружили ни одного нового магнитара. Соответственно можно было сделать ограничение на количество магнитаров в галактике, поскольку вот этих сотен, этой сотни площадок достаточно для такой работы. И оценки были такие, что магнитаров с осветимостью больше чем 3 на 10 33 в секунду и долей пульсирующего излучения 15 процентов заведомо там меньше 540 в галактике, но это трудно детектируемые магнитары, то есть их с больших расстояний довольно тяжело вытаскивать. А по действительно мощным магнитарам, как вот главные прототипы со светимостью 1035 и очень большой долей пульсирующего излучения, их, ну вот она величина, здесь большие плюс-минусы, и строго говоря, можно сказать, что если мы верим в нижние пределы, то практически все магнитары в нашей галактике мы знаем, за исключением может быть каких-то единиц, и это интересным образом хорошо укладывается, что я надеюсь в конце следующей лекции показать, когда про популяционный синтез будем говорить, укладывается в современной модели эволюции поля, то есть эту величину достаточно хорошо удается объяснить в предположении, что примерно 10 процентов нейтронных звезд рождаются как магнитары, а потом их магнитные поля затухают. Видны ли внегалактические магнитары? Строгий ответ мы не знаем. Еще в 1982 году, если не ошибаюсь, опять-таки Мазец с авторами писали о том, что, конечно же, если вот мы видим вспышку из Большого Магеллана облака, то подобные вспышки мы будем видеть как единичные короткие гамма-импульсы из галактик на расстоянии в мегапарсеке. И поэтому в статистике коротких гамма-всплесков должна быть какая-то доля магнитаров. Какая-то, скорее всего, на уровне процентов, так оценки показывают. Но поскольку мы не можем идентифицировать объект после вспышки, то мы не можем сказать, магнитарная это была вспышка или нет. Или какая-то по спектру немножко нетипичная вспышка обычного гамма-всплеска. Соответственно, можно проводить только статистический анализ. Такой анализ делали мы, делали итальянцы. и мы не обнаружили никаких избытков статистических в направлении, скажем, скопления в Деве. Не обнаружили избытков направления на крупные галактики. То есть, есть всплески, которые являются кандидатами, они проецируются на эту область. Но, естественно, в конкретном случае невозможно доказать, что это был именно всплеск магнитара в этой галактике. Они случайно наложившиеся гамма-всплеск, все на уровне шумов находятся. Зато есть неплохие кандидаты по близким объектам. Это снова результат группы Мазиц. Она вот первая автор Дима Фредерикс из Фистеха Питерского. Это эррор-бокс одного из коротких гамма-всплесков. А это галактика М какая-то. Никто по виду не может сказать М какая. Хочешь сказать М 83, но я не уверен. В общем относительно близкая галактика. И если предположить, что эта штука, этот всплеск был похож на вспышку 2004 года, то это прекрасно опишет данные наблюдений. Но естественно галактика находится далеко. Вот в такой области найти рентгеновский источник со светимостью 1035-1034 секунды абсолютно не представляется возможным. Слабые всплески с такого расстояния не видны, потому что у них светимость на 6 порядков меньше в максимуме. И поэтому внегалактические магнитары должны быть, но очень надежных кандидатов нет, хотя потихонечку растет не только усилиями группы Мазица, но и благодаря другим наблюдателям количество кандидатов. Наконец вот то, о чем мы говорили, что я уже стер. Молодой магнитар если он обладает коротким периодом вращения, является машиной с очень большой светимостью. По магнито-дипольной формуле получается совершенно фантастическая светимость высвечиваемая. Причем это может уходить, это именно потеря вращательной энергии, это может уходить в электромагнитное излучение, может уходить в кинетическую энергию. Здесь важны детали. Детали, к слову сказать, никто не знает. Тем не менее, тем не менее, есть аномальные сверхновые, вот показаны кривые блеска, которые гораздо мощнее типичных сверхновых. И нужно объяснять вот эту разницу в светимости, нужно чем-то прописывать вот это дополнительное энерговыделение. Сверхновые на больших масштабах светят за счет радиоактивных элементов, как вы знаете. И поэтому первое возникает соблазн, давайте будем увеличивать количество никеля, например, и смотрим, сможем мы прописать или нет. Ответ не сможем. То есть хорошо работающие механизмы не подходят для описания некоторых сверхновых с очень большой светимостью. И тогда люди делают следующий шаг, начинают придумывать другие механизмы. И один из таких механизмов это как раз дополнительное энерговыделение, связанное с магнитаром. Как правило, люди используют, ну по крайней мере, вот пока все, что я видел, может быть, сейчас появляются более продвинутые модели, но люди используют достаточно такой простой понятный подход. Мы берем магнито-дипольную формулу, у нас есть два параметра, это магнитное поле и период вращения, и мы считаем, что 100% энергии будет закачиваться в сверхновую. То есть КПД закладывает, ну пусть не 100%, но очень большой КПД вы закладываете, не какую-то ничтожную долю энергии вы можете использовать. И тогда самое главное, у вас возникает очень характерный вид кривой блеска, потому что как работает магнито-дипольная формула, мы знаем. Если это потеря вращательной энергии, затухание магнитного поля на таких коротких временах можно пренебречь, то вы должны прописать это кривой именно связанной с торможением нейтронной звезды, и она прекрасно подходит. То есть главное чудо, главный аргумент состоит в том, что сама форма кривой очень хорошо ложится на наблюдаемые точки. При этом чаще всего не нужно использовать собственно совсем экстремальные магнитары, где поля 10 в 15 сочетаются с периодом 1 миллисекунда. Период важней, потому что, как вы помните, в магнито-дипольную формулу поле входит в квадрате, а частота в четвертой степени. Но вот здесь показано с каким диапазоном параметров людям надо работать. По вертикальной оси это пиковая светимость, в единицах 10 в 43 тирк в секунду, по горизонтальной оси время после время до пика излучения. И, соответственно, контуры соответствуют пунктирные разным начальным периодам вращения 1 миллисекунда, 3 миллисекунда, 10 миллисекунд. А вот эти линии магнитным полям, соответственно, 10 в 14, Гаусс 10 в 15, Гаусс 10 в 16, и вот это 10 в 13. И, в принципе, максимальная область, она соответствует полям меньше, чем 10 в 15, скорее 10 в 14, но важны короткие периоды вращения, и кажется, что вот такие объекты могут действительно вносить вклад в полную светимость сверхновой и объяснять некоторые конкретные объекты. В самом конце, еще раз немножко возвращаясь к проблеме происхождения магнитаров, кажется, что есть данные, которые позволяют говорить о том, что магнитары связаны с массивными звездами. В некоторых случаях, и, наверное, я это разок упоминал, магнитары связаны с очень молодыми скоплениями галактик, самый известный случай, это скопление Вестерлонд-1, там успели проэволюционировать только звезды с массой больше 40 масс Солнца. То есть это означает, что по крайней мере у одного магнитара есть хорошо идентифицированная оценка массы звезды прародителя, и эта масса большая. То есть одно из направлений обсуждения это говорит, что магнитары связаны с массивными звездами. Вторая идея состоит в том, что магнитары связаны с двойными системами. В двойных системах можно дополнительно раскручивать нейтронную звезду. Если нам нужен динамомеханизм, то двойная система это хорошее место, где вы можете получить быстрое начальное вращение. И для некоторых магнитаров есть хорошие данные, которые говорят о том, что они должны были рождаться в двойных системах. Так что возможно оба направления рассуждений правильные, но дальше будем посмотреть. Магнитары в двойных это такая отдельная сложная проблема, не буду пожалуй ее касаться. И значит заключение бог с ними про обзоры. Обзоров по магнитарам много. Я бы выделил наверное два. Есть совсем новый, вот совсем новый, пару недель назад вышел обзор. Он не супербольшой и он действительно очень современный. Там без зауми, со всякими красивыми вставками рассказан современное состояние дел и он так вполне за пару поездок в метро читается. Есть большой обзор, где он большой обзор, вот большой обзор. Он мягко говоря не старый, ему меньше трех лет, с тех пор никаких чудес в мире магнитаров не произошло, но он действительно такой тянет на треть книжки, 90 страниц, если не ошибаюсь, больше 80 страниц. И он конечно сейчас один из самых полных по изложению глобальной картины и по физике, и по астрофизике, по эволюции, по всему чему только есть. Так что если тема интересна, лучше читать этот, ну а если так просто посмотреть, то тогда вот этот обзор хорош. Вот это тоже неплохой обзор, тоже вполне свежий и он по-своему хорош тем, что Вики Каспи отличный наблюдатель, Андрей Белобородов отличный теоретик в этой области и поэтому такой вот их совместный обзор очень классный. А так до сих пор обзор 2004 года Вуца и Томпсона это такая вот классика, которую обязательно читают все, кто занимается магнитарами. нет, значит, негативный объем отмешивает до сих пор, нет, 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 нету, нет, нет, Продолжение следует...